Друзья, приветствую вас на своем YouTube-канале о фитнесе, здоровье и путешествиях. Сегодня мы с вами будем исследовать рынок Хопа. Это универсальное место, где можно купить как продовольственные продукты, так и непродовольственные. Однако, в первую очередь, это самый большой вещевой рынок города. Он пользуется популярностью среди всех жителей города, в том числе и туристов. Время работы рынка с 9 утра до 9 вечера. Здесь вы можете встретить не только торговые прилавки. Здесь есть и закусочные, и кафешки, и пункты обмена валют, если у вас возникла необходимость наличных деньгах. Также здесь есть пункты по ремонту телефонов и ремонту одежды. Что можно купить на рынке? На рынке можно купить абсолютно все. Начиная с продовольственных продуктов, еды, одежды, текстиля, обуви, заканчивая сувенирами, аксессуарами, автозапчастями даже. Сейчас мы вместе с вами пройдем на рынок и все внимательно посмотрим. Вперед! На рынке представлен широкий ассортимент одежды, текстиля, обуви, сумок, рюкзаков. Большая часть которых привезена из Турции, Арабских Эмиратов и Китая. Мнения о качестве товаров достаточно сильно расходятся, поэтому желательно обращать на него внимание в каждой покупке индивидуально. Из плюсов рынка достаточно невысокая стоимость предлагаемых товаров. Ориентировочные цены вы увидите чуть позже. Более просто и выгодно покупать на рынке хопа – это текстиль для дома, постельное белье, полотенце. Это недорогие товары, которые можно быстро купить и выбрать. Как на настоящем рынке, ценники на товары здесь отсутствуют. Поэтому нужно быть готовой каждый раз спрашивать стоимость того, что вас заинтересовало. И еще. Торговаться на рынке в Грузии – это норма. Многие продавцы специально называют первоначальную цену выше, то есть закладывая в нее ту часть, которую они смогут уступить в ходе общения с покупателями. Поэтому готовьтесь торговаться. И для посещения рынка лучше выбирать не жаркое время. Летом, утро или вечер. Либо день с плохой погодой. Как вот сегодня, например, у нас выдался небольшой крапающий дождь. Так как по разгар солнечного дня здесь становится душно и невыносимо. Сейчас мы с вами зайдем в обувной отдел и узнаем среднюю цену на кроссовки. Как уличные, так и спортивные. Подскажите стоимость. Это 45. Подскажите вообще сведения, от скольки и самые дорогие от 80. Это женские, женские, мужские. А, это мужские? Нижние, женские, так понимаешь? Да, женские, и сельские. А найковские сколько стоят у вас? 70. 70, то есть у тайков не подороже. Это где-то, да, сельские. А эти найки сколько? 60. 60, да? Далее мы видим мужские кроссовки, как спортивные, так и лайфстайл. Но цена здесь, как убедились, недорогая совсем. До 2000 можно классные кроссовки купить. Но нужно понимать, что оригинал здесь найти сложно. Поэтому цена такая вот лояльная совсем. Далее мы с вами двигаемся по делу с бижутерией. Смотрим украшения, браслеты, заколки, обручи, различные аксессуары для головы, серьги, цепочки. Для женщин здесь настоящая сокровищница. Чтобы новенькое купить для красивого образа на вечер или на дневной выход куда-нибудь. Очень много аксессуаров для головы, серьги, красивая бижутерия на шею, цепочки, бусы. Бижутерию я люблю, но серьги не ношу. Но когда захожу в такие места, люблю просто примерить, покрасоваться. Здесь же мы видим великое множество ниток, как для шитья, так и для вязания. Для тех, кто очень любит заниматься рукоделием, тоже здесь можно хорошо закупиться. И по весьма привлекательной цене. В это время я продолжаю мерить обручи. Я очень люблю аксессуары в голову. Обручи это мои фавориты. Люблю разные обручи. В общем, решила здесь тоже обновить себе вечерний амплуа. Из всех выбранных обручей мне понравился больше первый вариант. Его-то я и взяла. Далее мы следуем по маршруту. И впереди нас ждут грузинские сладости. Конечно же, чурчхела с орешками, сухофруктами, залитая виноградным соком. Орешки в меде, просто орешки разные, сладости, похвала и множество всяких конфет. В общем, мы стали выбирать вкусняшки. Схожу с ума по тыквенным семечкам. Здесь они особенно крупные. И, кстати, на вкус совсем другие. Чувствуешь ярко выраженную тыкву. Далее следует овощной и фруктовый отдел. Как вы видите, чурчхела тоже тут есть. Кстати, чурчхела стоит от 2,5 до 3 лари. А в супермаркетах вы найдете за 7 лари. Поэтому здесь дешевле. Но фрукты и овощи здесь на порядок выше. Поэтому, например, ехать сюда только за фруктами и овощами не совсем оправдано. Затем мы заклинули в отдел с грузинским вином, чачи, коньяком, другими алкогольными напитками. Как вы видите, здесь очень красивые упаковки для бутылок. И сами формы бутылок красивые. Здесь больше люди покупают в подарок родственникам, знакомым. В качестве памятного символа Грузии здесь можно сделать очень хорошую покупку. Поэтому цены здесь немножко повыше. Но зато красивые бутылочки с вкусным напитком. Еще немного походим по одежде. Взошли в отдел с джинсами. Джинсы это самая популярная одежда как среди молодежи, так и среди старшего поколения. Джинсы здесь можно найти от 70 до 100 и до 120 лари. Те джинсы, которые я сейчас трогаю, стоят 100 лари. И вот эти джинсы тоже стоят 100 лари. Сейчас мы с вами приближаемся к текстилю, где можно купить полотенца, как большие, так и маленькие. Постельное белье. Я вам напомню, что здесь цена очень низкая. Поэтому здесь можно основательно закупиться. И причем есть что выбрать. Далее мы видим мастерские по ремонту одежды. Их здесь немало. Видимо спрос есть. И услуга пользуется популярностью. Вот мы приближаемся к сувенирной лавке. Как вы видите, здесь выбор магнитиков самый огромный. Причем здесь цена на магнитике самая низкая по городу. Поэтому если вы хотите приобрести сувенирный памятный подарок, лучше идти на рынок. Здесь можно приобрести побольше и поинтереснее. Здесь есть разные подарочные кружки, вазы, магнитики, подставки, ложки, часы, статуэтки. Известная статуя Али и Нино. И различные картины. Вот этот магнитик Хинкали мне особенно понравился. Очень необычный сувенирщик. И магнитик точно отмечает Грузию. Есть еще вот такие шатэ куколки в национальных одеждах. Тоже интересные. Друзья, ну ждать по рынку можно бесконечно. У меня до сих пор такое головокружение. Здесь столько всего. Очень насыщенные товары. Прям переизбыток. Сейчас чувствую эмоции. Сделали необходимые покупки самых необходимых мелких вещей для дома и вкусняшек. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я буду рада для вас снимать новые выпуски.